Драки среди школьников Драки среди школьников, к сожалению, сегодня стали не редкостью. Пугающим фактом является то, что подростки акты своей жестокости снимают на телефон, а видео придают огласки. При этом человек за кадром равнодушно наблюдает за происходящим или громко комментирует. И самое главное – издевательство и унижение над сверстниками в порядке вещей. В конце октября в средней школе номер 122 ученики устроили поножовщину. Разборка среди несовершеннолетних произошла в туалете во время занятий. В итоге – два ножевых ранения. И если бы не своевременная медицинская помощь одного из задиристых школьников, врачи могли не спасти. В течение часа медики боролись за жизнь подростка. Травма грудной клетки, травма бедра – это уже чревато опасно. Почему? Потому что этот нож – это уже теленаправление, куда он войдет. В любой момент, если не оказать помощь, это ребенка можно уже непредсказуемо за последствия. Поэтому вовремя оказана помощь – хорошо. Сейчас, слава Аллаху, все стабильно, нормально. Конфликт среди школьников вызвал большой резонанс в средствах массовой информации. Администрация школы отказалась комментировать произошедшее. Более того, в учебном заведении заявили, что ничего из ряда вон выходящего в стенах школы не произошло. В настоящее время сотрудники полиции изучают полностью все обстоятельства произошедшего, устанавливают причины и мотив. Насколько мне известно, были ранены ножом двое подростков. И в расследовании по данному факту продолжается. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений, полученных подростками. В этой школе драка среди детей произошла в раздевалке. Ребята подрались из-за оценок. Одного педагога отметила пятеркой, другого – четверкой. Спыльчивый ударник не стал терпеть насмешек отличника и ответил кулаком, в результате чего сам же и сломал палец. Конфликт был незаметлительно разрешен и исчерпан в стенах школы. Родители хороших отношений в одном доме живут, дети дружат между собой. Какой был этот успех? Драки и ссоры среди учеников – обычное дело, говорит директор школы. В таких случаях, когда назревает конфликт, за работу берется штатный психолог. Довольно-таки часто и тесты проводят, и беседы проводят по необходимости. Бывает, что и дополнительно работает, потому что бывает, у меня к тем же успехов – это живой организм, тут без этих разных ситуаций не бывает. А вот в этой школе журналистам были не рады. Здесь педагоги не любят выносить ссоры из избы. Родители говорят, никакие меры не принимаются в школе. Почему? Я сейчас без разрешения, вы не имеете вообще права снимать меры. Зато родители скрывать этот скандал не намерены. Рассказали, когда в прошлом году в классе появилась новая девочка. Начались конфликты среди детей. Но преподаватели весь прошлый год закрывали глаза на происходящее. Самое дорогое у нас – это наши дети. Мы своих детей доверили этой школе. До пятого класса было все нормально. В пятом классе появляется новая девочка – Абуд Талиб Адима. И спокойная жизнь нашей школы и наших детей заканчивается. Новенькая оказалась своенравной девочка. Не любила, когда ее игнорируют и отвечают на ее придирки. Педагоги посчитали, разберутся сами. В итоге их бездействие обернулось избиением двоих детей и диагнозом сотрясения мозга. А весь год мы детей инструктировали, что на дему не смотрите, не толкайте, ничего не говорите. Согласно этим инструкциям он сел на корточке, закрылся головой, а она его продолжает бить. Учительский состав, в свою очередь, заявил, что в тот день обидчицы вовсе не было в школе по болезни. По словам учеников 6-го ГЭ, Адиме не просто ударила двух своих одноклассников, а поняв, что ей не ответят, стала с еще большей жестокостью наносить удары по почкам. Я не знаю, из-за чего она ударила. Я прихожу в школу, там она мне говорит привет с подстрижкой. Я не отреагировала, учителя искал. И потом она подошла резко, ударила меня книгой. Как она тебя ударила? Углом? Углом, да, прям. Потом у меня стало темно в глазах, я уже начала загинаться, упал, и она меня до конца уже начала допивать. За алмаза заступилась другая его одноклассница, Амина. Девочке тоже досталось от школьной грозы. Потом она сказала, знаешь, мне тоже не жалко тебя бить, ты тут вообще ничтожество. Я говорю, все, хватит. Я отворачиваю голову, она хватает меня за волосы и кулаком в нос ударила. Один раз ударила? Ну, а потом еще головой об стенку. После потасовки в школьном коридоре дети оказались на больничной койке. На госпитализации настояли медики. После этого полиция не приехала. Мы сами поехали в РОП, написали заявление, да, а опять никаких действий. При этом мама не извинялась, она не приходила, она даже не узнавала, как наши дети просто себя чувствовали. Мы каждый вечер ходили к детям, то есть мы покупали какие-то лекарства, которые нужно было. Она даже не... Она единственное, что сделала, она просто написала встречное заявление 13 октября. Как сообщили в ДВД Алматы, в данное время ведется следствие. Полицейским предстоит разобраться в сложных отношениях детей. Экспертиза назначается, я уточняю, после того, как дети выписываются из больницы. В процессуальном порядке происходит изъятие из медицинского учреждения истории болезни детей. На основании этих документов они направляются на изучение, на судебную медицинскую экспертизу. Поэтому доводы родителей о том, что полиция бездействует, следствие стоит на месте, они абсолютно беспочвенные. Это их субъективное ошибочное мнение. Поэтому расследование продолжается. Агрессию и непослушание подростков мы привыкли называть переходным возрастом. Это когда ребенок из детства вступает во взрослую жизнь. Психологи считают, ругать надо не возраст и не время, а в первую очередь родителей. Современные мамы, желая угодить капризному ребенку, отделываются от него различными гаджетами или компьютерными играми. В результате ребенка воспитывает компьютер, а у него совсем иные принципы. Научно-технический прогресс настолько экспрессивно развивается, что даже мы не успеваем следить за новшеством. А дети, они часто подвержены, они бесхозны, они без присмотра часто, когда особенно родители на работе с утра до вечера, они как бы сами себе представлены. И поэтому они чем хотят, тем и занимаются. Обычно чем они занимаются? Они у компьютера играют в разные игры, у них развивается зависимость, у них неправильно формируется психика. Специалист уверен, ребенок должен быть как можно больше занят спортивными секциями или изучением языков. Каждый человек, чтобы гармонично развивался, необходимо реализовать его потенциал и интеллектуальный, и физиологический, и духовный потенциал в равной степени должен реализоваться соответственно возрастным особенностям, психологическим особенностям. А когда какой-то из них преобладает, какой-то отстает, она обязательно приводит к деструкции поведения, к деструктивному, неправильному поведению. Ситуацию в этих школах в Управлении образования не прокомментировали. А тем временем родители вынуждены оставаться со своей проблемой один на один. Бездействие со стороны школы чиновников заставляет их рассказывать о своих проблемах журналистам, надеясь, что о несправедливости узнают другие инстанции и, наконец, будут приняты меры. Субтитры создавал DimaTorzok